На то, как успехи, кто чем занимался, кто что читает, Жавараш, книжку, что-нибудь. Ну и скажу в целом, что сегодня будет какая-то совершенно отдельная для всех лекций приведущих, потому что мы в целом будем сегодня рассматривать коллекции. То есть до сих пор мы являли антипы данных, смотрели на годы-наследования, ну и немножко подли. Еще с прошлого раза у нас было домашнее задание. В общем, так, совсем немного времени уделю этому. И, наверное, еще в конце об этом поговорим. Сегодня у нас лекционная такая часть. И также, собственно, второй проект. Попробуем посоздавать свои коллекции антипы. Ну, в общем, по сравнению их как-то памятник. Так. Сейчас я буквально в этих курсах, но у нас что-то у меня на самом деле более-менее неплохо написано в той самой книжке, которая изучает джаву. Да. Но в ней информация о коллекции довольно разгросна. То есть идет сравнение одного с другим, с третьим, и в зависимости от того, что вы делаете, и, в общем-то, так и добавляются различные так же функции и возможности. Честно говоря, до определенного момента мы будем использовать только типичные какие-то коллекции. Вообще есть интересный, хитровыдуманный, в общем-то, мне повезло с таким столкнуться, с хитро-математическим алгоритмом и все-таки. Вот. Но это, думаю, что в редких случаях, когда вы делаете какую-то очень специфическую задачу. И, соответственно, мы составим туда разобраться с какой-то сложной коллекцией, если вы уже знакомы с простыми. Вот. Кто докуда дошел и кто видел массивы, например? Кто значит, кто массивы? Да. И, может быть, пару слов о том, кто они такие. Массивы? Да. Сложно объяснить. Это элемент, который содержит в себе много других элементов. Я не знаю, стала ли сказать. Я понимаю, но описать несложно. Вот. Набор данных одного типа. Что еще раз? Набор данных одного типа. Пожалуй. И то и другое определение вполне соответственно. Истинно, да. Это такой способ хранить те данные, которые мы создали. А еще и не только хранить. Но мы должны с ними работать. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о различных способах хранения данных. И, в частности, уже обсудили массивы. И, в принципе, прямо сразу сверху за массивами хочется поговорить о списках. Почему? Потому что, опять же, кто-то будет дошел до JavaRush, там довольно быстро мы начинаем изучать списки. Потому что надо будет хранить свои данные. И самый такой популярный список – это релиз. Мы дальше все это напишем, а пока теория. Могу, например, открыть клапы и показать, как, собственно, будут выглядеть все эти коллекции. И, соответственно, потом по этой же схеме расскажу, почему именно так все это устроено. Вот есть общее определение коллекции. Это различный тип хранения данных. Здесь мы видим список, множество, очередь. И, соответственно, отдельно стоит мап. Да? Мы только называем картами, они так и называются новыми. Как так вот провелось. Вот. Все это различный контейнер, куда мы кладем данные. Но эти контейнеры имеют структуру внутри. Какую-то определенную для того, чтобы с этими данными потом наводить. И благодаря этой структуре наступает вселенское удобство. Почему? Потому что как это устроено было бы в хаотическом мире. Вот, причем, это частенько сейчас устроено именно таким образом. Это отдельная история, о которой можно будет поговорить. О специфических базах данных, например, интересных, где все просто пихается в общий контейнер, в общий спейс. И дальше, там, происходит один action. Java любит порядочность. И, соответственно, Java свойственно как можно больше упрощать нам жизнь. Да? То есть изобиленно множество библиотек. И мы уже просто пользуемся это удобно. То есть, вообще, для того, чтобы начать качественно программировать, особенно если мы пишем какие-то небольшие модули или занимаемся автоматизацией на Java, автоматизация тестирования, мы, по сути, используем совершенно небольшое количество различных действий. То есть, можно знать небольшую базу и, в принципе, самые простые здесь знать список, знать множество и уметь использовать маму. Если вот буквально самые простые. И каждого по одному виду. И все, если налаживается, на самом деле нам есть где хранить, нам удобно, нам комфортно и все это работает. Да? А дальше изучение, собственно, уже во время необходимости. Если вдруг мы заняты непонечным алгоритмом или еще чем-нибудь, тогда мы пошли и начали брать какой-то более хитросложный вариант. То есть, по-хорошему, из этой реакции следует вынести вот что. Раньше мы научились объявлять типы. То есть, мы научились создавать объекты какого-то типа. Здесь мы научимся их хранить и использовать. Все. По факту можно идти и уже что-то делать руками. Это вообще очень хорошая практика. Постепенно набирать. И, соответственно, если вдруг кто-то уже начал писать программы, а там «Морской поле», в частности, «Игрушка» пишется, то, собственно, они так и идут. Нам не нужно знать много, говорят о них. Бейли в JavaRush тоже. Давайте возьмем в список и будем его сразу использовать. Это вообще самое оптимальное. То есть, чем больше мы делаем игрушками, тем эффективнее и лучше. К чему я все это пропагандирую? К тому, что тут хитрые картинки. Я буду много говорить, там, может быть, много писать. И это может кого-то напугать. Бояться тут нечего. Это довольно простые и интересные характерные типы. Что делать для нас Java? Java, в частности, описала для каждого из них различные методы. То есть, начнем сначала с самой такой, одной из самых используемых коллекций, типа списка. Что имеет список? Это, если мы вспоминаем массив, да? Давайте я еще раз поговорю по поводу массива. Массив – это такой способ хранения данных, когда мы что делаем? Берем и добавляем еще один элемент. То есть, мы создаем массив. Он сначала абсолютно пуст. В него надо положить документы. Так, с любой коллекцией, например. В него надо положить какие-то объекты. И массив всем выхорошен, легко создается. Его просто использовать. Но, когда мы создаем массив, надо заранее знать, сколько всего мы хотим в него положить. То есть, мы его создаем и пишем массив из пяти элементов. И потом кладем туда пять элементов. Для сравнения, список, собственно, делает примерно похожую вещь. Но он дает нам свободу действий. То есть, когда мы создаем список, мы не указываем, какое количество элементов мы хотим в него положить. Мы говорим, что от вас мы создаем список. Под него потеряется память. Но пока память небольшая, потому что в нем ничего не лежит. После мы кладем теперь элементы и, собственно, тем самым список разрастается. Удобство в том, что нам не нужно загадывать заранее. Зачем мне массив нужен вообще? Хороший вопрос. На самом деле, массивы попроще в использовании. Да? И даже список по хорошим временам стремится быть похожим на массивы. Просто потому что самый используемый эво-список, да? Называется ArrayList. Как бы это только намекает, что это такой список, который очень хочет казаться массивами. Вот. То есть у него есть все профиты массивов и, собственно, также профиты от списка. Почему так? Массив более простой, тем данным. Список более сложный. Я редко сталкиваюсь с тем, что у меня есть особая необходимость написать слово на массивах. Вот. Я обычно использую все-таки список. Но в коде везде, ну, как положено, нужно было видеть. Кто-то экономит память, кто-то не хочет усложнять, кто-то точно знает, что у него пять элементов и больше никогда не будет. Собственно, это называется ArrayList. И чем больше мы знаем, тем более вариабельно и, собственно, эффективно мы можем использовать наши, как сказать, ну что ли, возможности. Вот. Соответственно, что сделала Java в библиотеке списка, да? То есть список – это количество элементов, которые идут друг за другом. Они знают, кто первый, второй, третий, четвертый, кто за кем идет. Их можно перебирать итеративно. То есть используем список мы в той ситуации, когда мы хотим, например, сделать какое-то действие, использовать цикл for, сделать какое-то действие над всеми элементами. И почти всегда нам это нужно. Серьезно. Например, если мы создали кошек, то есть у нас был Класс Кэй, мы создавали кошек, и впоследствии что-то с ними делали. Да? В частности, иногда сносили там, не знаю, реестр какой-то. Если вдруг нам необходимо, то есть мы сначала проинициализировали, создали, и теперь мы хотим их занести. Какое главное нужно внести всех. А если, ну или там, всех черных, или всех белых. Мы выбираем список и задусим их. Самина задумалась. Нет, 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 просто внутри списка получается тоже какая-то бывает именно список. Ты говоришь, что они следуют один за другим, но внутри этих кошек я могу вытащить только черных. Поделить список. Да, создать новый список. Вытащить только черных и создать новый список. Ну и дальше мы начинаем все это использовать. Сейчас, если промотать наверх, то это не очень веселая табличка. Здесь есть такая штука, итератор. Соответственно, за ней все и кроется. То есть мы можем итеративно пройти всю нашу коллекцию, в частности. А можем выбрать конкретный элемент. Конкретный пятый, конкретный второй и так далее. Сейчас я в целом расскажу по каждой из коллекций и потом покажу, как это вообще работает. Значит, следующий тип коллекции – это множество сетов. Множество хорошо тем, что, собственно, это такая коллекция, в которую мы кладем элементы, не заворачиваясь порядком. То есть в том случае, когда нам не важна какая-то последовательность. Кто был заваром первым, кто был вторым, кто пятым. Это просто набор данных, куда постоянно закладываются новые данные. Опять же, почему были созданы эти коллекции и почему именно так? Потому что они в разных ситуациях работают по-разному. Что-то быстрее, что-то медленнее. От этого мы, собственно, решаем, какой из них мы будем использовать. Соответственно, есть упорядоченная и множество с навигацией. На самом деле, есть много дополнительных забиленных библиотек, которые там множатся со своими гидерами и функциями. Так же... Да? Чем направление не может заключать за списком? Вот. На самом деле, как мы уже заметили с массивом, наши коллекции частенько стремятся быть похожими на кого-то другого. Не являясь этим другим. Да? То есть, в частности, это по-прежнему будет множество, и куда мы сможем запихивать элементы, как нам захочется. Да? Но внутри будет происходить в порядочном. А для этого это множество не станет письмом, если честно. Да? Но оно будет по-многому похоже и, соответственно, будет обладать удобными нашими свойствами. То есть, его... Это множество будет легче сортировать. Ну, потому что он хочет трогать, например, самостоятельно. Вот. Это такие фишки-плюшки. Они в дальнейшем будут пригождаться. По-хорошему. И... Об очереди мы сегодня говорить, скорее всего, не будем. Ну, просто потому что это не очень сильно распространенная в обычной жизни коллекция. Вообще-то, наверное, это неправильно так говорить. Все зависит от задачи. Очередь, собственно, интересна тем, что... Собственно, ну, все стояли когда-нибудь в осень. Да? Вот, Java использует тот же механизм. То есть, каждый подошедший становится в конец учителя. А берутся элементы из начала получения. Вот такая вот коллекция. Есть еще забавная коллекция стек, которая... Тот, кто пришел последним, тот и берется первым. То есть, по сути, мы берем такой стаканчик и все. Вот вынимается таким образом. Кладется наряд и вынимается сверху. А не будет стек. Вот. Частенько очередями и стеками решаются математические задачи. Ну, или если у вас такая вот необходимость. Например, наверное... Ну, кто-нибудь был когда-нибудь на финансовом вокзале. Сейчас там сделана сартина, которая, собственно, позволяет взять... Ну, как и в банках тоже позволяет взять тикет. И по этому тикету, собственно, сидеть и ждать, не знаю, сходить за мороженое, если ты понимаешь, что у вас в очереди перед тобой. Вот, собственно, там реализована очередь. Он хорошая. И... Здравствуйте. 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 И еще одна коллекция, о которой хотелось бы поговорить. Это... Мап. Собственно, в чем? Интерес малый. Она имеет два параметра, т.е. у нас есть ключ и есть значения. В каких ситуациях мы используем этот тип коррекции? В том случае, если у нас какие-то очень хитрые значения, ну или очень длинные, или мы можем упорядочить и обозвать по ключу, например, 1, 2, 3, 4, 5. И единички будут соответствовать кошке, двойке-собайке, двойке-лошадь и т.д. И так получится, что в мапе можно будет хранить объекты животные и по простому значению по единичке двойки-тройки вытягивать нужды. Ну и, соответственно, если вы обратите внимание, можно увидеть, что есть сортированная мапа и есть... В общем, это такие реализации. Удивительно, что мы не описали, что в списке у нас есть рейлист, лист, стремящийся, чтобы быть похожий на массив, и линкет лист. На самом деле много больше, но самые использованные линкованные и к массиву стремящиеся. Вот. Это то, что хотелось сказать по теории. Наверное, есть какие-нибудь вопросы? Или мы можем перейти, соответственно, к движению б. В каких случаях удобно использовать сайт? Сайт? Сейчас скажу. На самом деле сайт используется тогда, когда... Наверное, если я не буду каким-то образом постоянно перебирать элементы. То есть, если я просто добавляю элементы, и впоследствии мне не нужно будет постоянно по ним террировать, проходить. Сайт может это умеет, но он тратит на это чуть больше времени. Потому что в списке все уже выстроено. Но, опять же, если мне не нужно будет брать пятый в списке или десятый в списке, или проходить их все постоянно. То есть, если у меня... Например, в организации тестирования такое чтение случается, когда надо брать по страничке и собрать все ссылки, гиперссылки куда-нибудь. Да? И, на самом деле, мне не очень важный вариант. Потому что... И, в общем, имеет смысл их собирать все. То есть, когда они не будут не привязываться, или когда они постоянно меняются, и, в принципе, я потом буду искать свое подзначение. Эту гиперссылку. Вот. Я ответила на вопрос? А он меньше или вместо сильное, чем лист? Что еще раз? Он меньше вместо сильное, чем лист. Ну, это хранение тоже. Да, пожалуй. То есть, он меньше выделяет в памяти вместо листов. Сказать однозначно, меньше или больше, лист просто внутри джаби зашито для каждого добавленного элемента. На него навешиваются всякие разные функции, чтобы можно было понять, какой из них следующий, какой предыдущий. В этом есть определенный плюс. Потому что, например, список знает, какой у него элемент последний. И какой элемент первый. Какой элемент третий. То есть, эра и лист внутри себя подняет информацию, какой элемент был добавлен третьим. Или вторым, или первым. И эта информация, она от чего-то довесит. Да, и она лежит в памяти. Отсюда, получается, вот эти вот неувязки. Но сейчас, к сожалению или к счастью, у нас ставятся большие серваки. И вопрос с памятью решается таким образом. То есть, если критично производительность или если вы собираетесь работать с бигдатой, то есть когда у вас миллионы записей, тогда очень принципиально вдаваться подробностей и смотреть, какую конкретно коллекцию вы возьмете. Это важно, потому что, по сути, все это, это какие-то вот контейнеры, в которых, в которые мы закладываем данные. И в зависимости от того, насколько вы правильно выбрали контейнеры, будет скорость получения данных. Ну и, собственно, работы с ними. Вот. Как мы помним из предыдущей лекции, мы там делали getter и setter, так? Это была такая большая лекция. Он помнит. Вот. И, в общем-то, getter — это оно и есть. То есть, из коллекции можно получить те или иные элементы. И скорость отклика, кстати. Нас же воражили, мы мерили скорость отклика в консоли. Кто уже до тут дошел? Окей. Там есть просто рей список, рей лист. И получилось. И, собственно, видно, насколько там на сотни, что ли, значений. Да. Я не помню. Разница есть. Разница есть. О том, насколько быстро возвращается этот элемент. Вот. Собственно, на нем все разумеют. Требетка. Требетка. Собственно, хотелось бы показать, как мы вообще выбираем, как мы выбираем какую коллекцию мы хотим взять. У Java есть очень хорошая документация. Это javadokin, и сейчас это новая документация. Выглядит это не очень симпатично. Сейчас я вам покажу одну из страничек. В принципе, наверное, можно и напугаться когда это. Достаточно ровно? Нельзя побольше. Верно? Давайте. Чуть-чуть побольше. Вот. Собственно, мы видим, что это регловый сайт. Собственно, с документацией по RAID. Наверное, надо уже привыкнуть к тому, что все программистские ресурсы, особенно документация, выглядят очень страшно и ужасно. Но здесь мы видим все возможности такой отличной коллекции, как RAID. Вообще прям все время используем. И, в общем-то, я так понимаю, и вам с ним столкнуться придется не раз. Не придется. Это очень удобно. Потому что здесь мы видим описание того, что такое RAID. И даже на самом деле за какое время, что большой ATN, за такое время осуществляется поиск и так далее. Это работа по итератору. Такое все можно читать, можно не читать. Но, в общем, дальше. Что мы видим? Мы видим, что в список можно запихнуть различные элементы. Ну, в частности, это могут быть кошки, это могут быть строчки, это может быть что угодно. Это может быть любой тип элементов, которые, если это какой-то нетипичный, ну, там, не строчка и не там, и не цифра, и не стандартное значение, то мы сначала описываем этот класс, как мы описывали кошек, собак, что мы так делаем дома, чтобы задали. Да? И потом спокойно запихаем эти элементы в нашем RAID, в наш RAID. И дальше мы видим все те методы, которые для него уже реализованы. То есть, по-хорошему, мы пишем RAID list, даем ему имя, равно new RAID list, и прописываем от какого, какой этих данных он был для него хранитель. И дальше смотрим, что, какие методы в нем уже есть. Я быстро не пролистаю, но если кого-то это пугает, я могу просто проговорить, не показываю жуткие сайты, вот, потому что это все очень бонусно. То есть, он жуткий, несимпатичный, некрасиво раскрашенный, но это то самое, что уже готово для нас. То есть, мы создали этот контейнер, и что мы можем? Мы можем положить элементы. Собственно, сейчас мы все это увидим, пугаемся. Вот, мы можем положить конкретное место. Это вот тот самый момент, когда наш список пытается казаться массивом. Потому что внутри, на самом деле, реализованы массивы. Вот, объективно он реализован на массивах, но это все спрятано внутрь, чтобы нам с вами об этом не заботиться. Он заметит элемент, поэтому нужно все ее вставить. Он очень забавно разрежет массив. То есть, вставит? И вставит. То есть, отец минуса? Да. Идея реалиста в том, что все эту реализацию, все она внутри, для того, чтобы, ну, то есть, это поверхно массиву, да? В массиве нам пришлось бы думать, мы хотим добавлять его пятым, или, там, десятым элементом. Здесь мы просто, здесь у нас есть и та, и та возможность. Вот, соответственно, вот мы добавили просто так. Ну, и, соответственно, список сам добавил все это внутрь. Или мы добавили в контрольное место. И он действительно всех разбил и вставил нужные элементы. Следующее. Это all. Это когда мы хотим пачку заприкнуть. У нас есть набор элементов, которые я, на самом деле, часть я буду пропускать. Да? То есть, там, не знаю, список можно очистить, можно планировать. И дальше. В чем идея? Частенька нам надо будет понять, есть ли мы элемент какой-то или нет. Да? Проверить. Или получить элемент, или положить элемент. Все эти вещи уже готовы. И они работают через точку. Ну, то есть, как раньше мы уже делали. У нас есть какой-то класс, точка, и мы брали его элемент. Правильно? Теперь мы создали список. У нас есть его имя. Там, кат-лист. Так? Мы пишем кат-лист, точка, и вываливается весь этот список метод. Соответственно, все. Мы делаем не равно то, чем мы хотим. Дальше мы идем и поменяем, содержит, я самоупотребляю говорю, содержится ли какой-то элемент в этом списке. Эти проверки нам будут постоянно приброждаться. Особенно, если мы, там, что-то тестируем, или пишем для них тесты, когда мы хотим. Мы положили элемент и смотрим, он там есть или нет. Это не всегда так. Блок. Он смотрит по значению или по ссылке? На самом деле, можно переписать, конечно. Сначала смотреть по хэшу. Ну, то есть, по значению? По значению, да. То есть, если у меня в списке несколько одинаковых элементов, они будут в любом из них появляться. Так. Честно говоря, зависит от списка, да? То есть, у нас есть другие типы списков. И, вот, в общем. Это очень интересный вопрос. Потому что, если вы заранее знаете, что вы будете делать с элементами, в частности, если вы планируете быстро их сравнивать или быстро брать элемент, но точно конкретный. То есть, у вас две окошки по значению одинаковые, это на самом деле... Понятно. Да, да, да. Соответственно, тогда надо задуматься и делать просто другую коллекцию брать, которая будет делать другого типа сравнения. Дальше мы можем получить элемент... Вот, он режется наружу массив, да? Когда мы хотим получить пятый элемент. То есть, здесь у нас винтовое значение, и мы хотим получить пятый по списку кошки. Да? Что угодно. Дальше вот проверки... Собственно, вот здесь мы видим тип, который вернет наш метод. Болинское значение означает, что вернет true или false. Ну, то есть... Очень много где мы в этих методах увидим какие-то проверки на пустой или не пустой. Вы спросите, зачем? Ну, я же... Я же создаю данные, я туда добавляю эти данные. И, в общем, что это я должна проверять пустой или нет? Например, если вы... Какая-нибудь у вас интересная задача перекладывания из списка в список, да? То есть, у вас есть какой-то старый список. И вы должны перекладывать его ровно до момента, пока он не опустеет. Да? То есть, вы что делаете? Вы пишете цикл for, и на каждом проходе проверяете empty или нет. А это не очень популярная задача, потому что по-хорошему вы можете в самом начале взять его длину, да? И цикл проходить исключительно по длине списка. Такая задача может случиться, если вы это делаете в динамике. Ну, то есть, если пока вы работаете, кто-то пишет и кладет что-то в ваш список. То есть, это вообще не легкость, потому что, не знаю, всем в социальных сетях, еще где-нибудь, да? И там все происходит на динамике. То есть, нет такого, что, там, нажимаем на паузу, то есть, срез такой. И в этот момент у нас в списке лежало 10 элементов, и все, и ничего не изменилось. Так? Вот сейчас бывает редко. Поэтому, вот такая проверка, она тоже имеет право на существование. Вот она. Одна из наших любимых услуг, что витератор. И раньше мы, честно, в лоб писали, ну, как раз вот этот витератор, который, собственно, переводит каретку на следующий элемент. Ну, каретка-то круглосказа. Переходит на следующий элемент в списке, да? Сейчас есть более простой способ пройти по циклу хоп. И, в общем-то, мы его, собственно, используем. И, по-моему, даже уже писали где-то. Нет? Окей. Значит. Значит, сделали. Вот. Это просто переключается на следующий элемент. Когда это удобно, когда вы должны что-то сделать либо со всем списком, либо до определенного момента. Интересная ситуация, когда до определенного момента. Да? То есть, например, вы ищите какой-то элемент. Это такая гипотетическая задача вакуума, потому что джава у вас все найдет. Если честно, то есть вы спросите, а ты контейнс? Он вам ответит контейнс. Да? Да или нет. В общем-то. Но это могло иметь смысл, если мы ищем какой-то элемент, и идем от следующего в следующий, и пока не найдем. И в этот момент останавливаемся. Вот за чем мог пригодиться витератор. И опять же, такие задачи существуют. Преревательный метод remove. То есть мы можем удалять из нашего списка. И я, наверное, немножко забегу вперед, но хотелось бы про него рассказать. Это очень такая характерная, типичная программистская ошибка по началу. Когда все предыдущие методы, мы могли с ними работать все время. Ну или то, что вы хотите удалить. То есть если вы посмотрите на remove, здесь можно удалять как конкретный объект. Да? То есть вы можете сказать, что вы хотите удалять кошку с именем J. Да? или тон. А можете удалять пятую кошку. Ну вот это вот тяга к массивности. Вообще, честно говоря, можно прям параллельно другой вкладке открыть, например, link twist. Да? И посмотреть, сравнить те, чем отличаются методы. Потому что, в частности, вот здесь мы все время видим, как наш список пытается оказаться в массиве. А он не сдвинутся. Что еще раз? То есть вы удалите? Что еще раз? Что еще раз? Что еще раз? То есть вы удалите? Ну если отчатлю в прошлом удалить, шестой останет пятой или останется шестой? На самом деле, если я не вру, я каждый раз благополучно забываю до следующего собеседования по-хорошему, такие вещи спрашиваются только на собеседовании. Потому что в реализацию никто не лезет. Это сделано в джаме и использует какой-то другой. Насколько я знаю, он склеивается потом. Ну потому что вот эта дырка в массиве, она же занимает парус. Ничего хорошего в этом нет. А если я удалила сотню в середине, ничего приятного в этом нет. Поэтому он внутри реализован как массив. То есть вот все эти методы, которые мы видим. У нас есть обложка того, что он у нас списан. Просто если я обращаюсь, беру пример по индексу и при этом делаю ADD и remove у меня, и индексы начинают прыгнуть. Да, да, да. Если смотреть на вопрос, массив после удаления перенимировывается. Правильно? Да, 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 конечно. Получаешь? Конечно, потому что иначе... Но, смотрите, он же склеивается... Ну то есть он очень хитро склеивается, очень весело. И поэтому в этом-то проблема не столько удаления... То есть если вы удаляете конкретно объект, то он же тоже, например, если он был пятым, он же тоже удалился. Нет, именно по индексу когда-то. То есть я, допустим, добавил десять элементов, потом добавил третий элемент. У меня сейчас двинулась, потом удалил шестой. Я понимаю, что это плохой стиль, но это можно подписать. Это натуральная боль. Я предлагаю всем желающим написать... Сейчас, одну секундочку. Написать... Это видно в консоли. Если мы делаем System Outer in the Land, написать, например, каждый раз брать третий. Удалять вот так вот нездорово, да, и брать, например, третий. Мы увидим, что они реально меняются постоянно. И, в общем-то, лучше так не делать. Не то, что лучше так не делать, потому что вам спасибо за это никто не скажет. Сам мне не скажет. Да. На самом деле, как к разговору о первом занятии, которое было в принципе, так и выглядит рост карьеры Java-девелопера. Это когда ты убираешься на тот код, который был написан, потом смотришь 7 натуральной версии и выясняешь, кто какой гад это написал, и фамилия это твоя. Серьезно. Такое бывает часто просто потому, что ты начал соображать, и начал действовать более эффективно, более качественно, и нелябл понял, что это твое нравище. А именно, это вообще постоянное состояние. Вот. Соответственно, да, это отличный вопрос про то, как... Да. Вопрос про льну. По льну. Да. Я понял, а клонирование помогает не получить вот этого циклического льну? А потому что мы работаем с другим списком? Угу. Но в нем не возникнет той же... А ну потом? Что мы делаем? У нас был список, мы работали с ним, с ним все было хорошо, да? А потом у нас пошло вот такое вот наше удаление. По номеру ли, по объекту ли, да? И потом мы нашему списку, с которым мы хотим продолжать работать, снова присваиваем значение. То есть наш список начинает смотреть на вот этот планированный. Понимаете? То есть, по-хорошему, мы не рубим таким образом суп под собой. То есть, когда мы делаем ремух, мы что делаем? Мы с ним на ветке и пилим. И в какой-то момент мы очевидно упадем. Потому что, а тут мы что делаем? Мы, в общем-то, пилим соседний суп. А потом мы друг другу приравниваем. Может быть, не очень хороший? Я вообще не понимаю. Почему плохо удалять? Почему с соседем не возникнет такой же ответ? То есть, раз мы с ним не работаем... А нам на него совершенно все равно. Нам на него совершенно все равно. Мы его взяли только на это время, пока мы хотим что-то удалять. То есть, на одну итерацию ему? Нет, но все итерации ему... Сейчас объясню. Это очень хороший вопрос. Извечем? Потому что... Да. Отличный вопрос. Потому что у нас редко, когда нужно просто удалить что-то. Да? Обычно что происходит в программе? Мы создали элементы, положили в список и начали им пользоваться. И, например, мы не просто пошли и удалили. Просто пошли и удалили, действительно, не надо ничего планировать, не усложняется. Пошли и удалили. Молодцы. Все здорово. По объекту, по риндексу. Молодцы. Но обычно мы заходим в цикл и проверяем элемент на какое-то значение. Например, нам нужно удалить всех черных кошек из нашего списка. Да? Мы проверяем, кошка черная, он говорит да или нет. И если кошка черная, мы ее удаляли. Верно? Верно. Но в этот момент, когда мы ее удалили, наш список изменился. И когда мы снова заходим в корм, кошки переглинулись. Вот то самое. Кошки переглинулись. И одна черная кошка могла сместиться на то место, где мы удалили. Это как раз понятно. А мы к ней уже не придем, до нее никогда не постучимся. Да. Как раз это понятно. Все. Как клон мешает. Как клон мешает эту проблему? Там не возникли тоже проблемы с циклом, так как мы планировали. Мы же цикл не по планированному списку делаем. Да. Цикл у нас по одному списку, а удаляем его с другого. Непонятно, да? Но, кстати. Стоп. То есть, планированное происходит в пределах одной операции цикла? Так, что ли? Нет. А все равно не планированное? В неспланированную просто как из панча. Панча. Кланированное тоже. Все все остальные. То есть, когда мы удаляем один элемент неспланированному списку, да? Да. В том же самом планированном списке все равно сдвинется элемент, и когда он в пределах цикла в таком флоре и вайлоне уже вернется обратно, в тот планированный список все равно уже можно. А он не вернет. Это надо будет. Вопрос очень актуальный, это надо писать. Почему? Потому что мы ходим по одному списку, да? И в нем ничего не меняется. В нем никто не сдвигается. В нем мы пройдем всех. А кто сдвигается, нам совершенно все равно. Или только по одному на операцию. Да. Это надо писать. И, возможно, не прямо здесь, потому что, ну, просто тяжело будет показать. В общем, сейчас посмотрим, как у нас состоится времени. Но это очень хороший вопрос. Запомнили, где-то записали. Что, в общем-то, прямо-прямо. Обойный вопрос прямо остался. Вот. Я бы, наверное... Я не знаю, как у нас в полисе. У меня в рабочих программах такое есть. Не знаю, насколько полезным было бы это показать, да? То есть в работе. Вот. Если бы не выкладывали видео, то сейчас сделала бы. Соответственно, там таким образом организовано удаление. А камера, ну, если потом исчезает? Куда-то девается. А он там совсем не нужен. Ну, потом клонированный список в итоге собирает все те значения, которые нам нужны. То есть он вдруг неожиданно становится без всех черных кошек. И мы нашему списку, по которому мы хотели, присваиваем этот клонирование. То есть перенаправляем. То есть он начинает смотреть на клонирование. Туда же, куда и клонирование, да? То есть мы же помним, что у нас по-хорошему все наши объекты... То есть мы создаем кошечку, а она на самом деле 4GPG, какой-то объект памяти, да? То есть если мы пишем, вывести нам прямо объект на крайнем занятии, у нас выводится какая-то нечитаемая лерись, потому что это место объекта памяти. Если мы хотим что-нибудь читаемое, то мы там вводим кошечка и имя или там что-то еще, да? То есть мы выводим что-то, что имеет значение string, print и так далее. Потому что в Java объекты хранятся вот ровно каким способом. Он видит что-то нечитабельное. Соответственно, собственно, мы показываем, как один список... Боже мой, это тяжело быть. Апекватно. Попробуем, если я правильно понял. Мы делаем ремуф для того, чтобы получить определенный список. То есть у нас есть огромный, большой список. Мы ремуем и получаем это определенное. Да. И потом ссылаемся именно на лист, который с этим ремуфом. То, что собрало, да. И больше мы к нему не возвращаемся. И в следующий раз мы планируем этот первоначальный список. И в случае, если нам нужно делать еще ремуф какой-то другой. Да. И ссылаемся уже на следующий список. Но в целом у нас всегда есть первоначальные списки, которые мы не изменяем. Или изменяем? Зависит. 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 Какая-то картинка, которая есть у ребенка. Куда он складывает все свои игрушки. На самом деле. Это глубокий, наверное, сет. Потому что он из поротов duringade складывает. И в общем далее. Я не знаю. шкаф с книгами. Особенно шкаф с книгами, в котором в подложном порядке расставлены книги. По-хорошему, это тот же самый список. Собственно, коллекции пытаются нам дать возможность максимально удобно использовать наши данные. Перемогло. Если нам так не все наскучило, то я буду перевести. Просто методами были неожиданно. Что еще из очень часто используемых — это size. Если мы хотим понять, сколько у нас элементов. Мы добавили элемент и проверяем, сравниваем, что их там стало один больше. В общем, все это нужно играться, это факт. Потому что играться — выводить себе до конца. C-то мало в R2O, смотрим, что получилось. Добавили элемент — посмотрели, что он добавился. Вывели весь список. То есть это тот, с чем точно-точно нужно играться. R2 size — ох, огонь. То есть какие-то вещи используются редко, какие-то часто. В частности. Сейчас я предложила вам. Как у нас, собственно, ищется? Java. LinkedIn есть. Следующий по прошлой сравненности. Вот. И первая же ссылка — это такой дорогой документации, в которой, собственно, мы увидим в ровном том же стиле. Да? Товерком. Все. Вам еще не наскучило? Серьезно? Это лекция сначала дико скучна. Из вашего вопроса, наверное, так и было. Это надо рассказать, но, к сожалению, это очень трудно рассказывать весело. Вот. Ну, если даже рейли не пытаются рассказать весело, они делают это постепенно. Мол, список поняли, ну и ладненько. И живем пока на списках. А потом где-то там на 15-й странице они пишут, что вообще-то список это было плохое решение. Давайте-ка забили маму. Вот. Ну, в общем-то, это добрый вариант. У меня зло. Я расскажу все. Вот. Мне очень совестно или не очень. Это как рассмотрение. Вот. Винкованный список. Собственно, тут расскажется о том, что он такое, чем он молодец. Но. Ну, все же адвайзеры видели, да? Очень милый адвайзер тоже. Посмотрите еще. Список. Рей список. Это. Мило. Я не обрешала. Понимаете, извините. О, мой. Почему-то мне понравилось. И мы смотрим, что на самом деле какие-то вещи будут повторяться. Вот те вопросы по поводу того, как, собственно, вставляется элемент и как удаляется элемент. Вот. JavaRush приводит табличку в сравнении. И если вдруг кто-нибудь с вас соберется послезавтра или завтра собеседоваться на должность Java разработчика, то прочитайте еще раз каждый раз обуваем. Но вообще-то то, что вы всегда спрашиваете собеседов. Слушайте, пожалуйста, чем рейлист отличается от LinkedIn листа. Вот. Ну и, соответственно, надо быстренько, весело шпарить, что один из них быстрее удаляет, другой, значит, эффективнее итерируется от одного в следующий, потому что он пролинкован. Да? То есть взять следующего быстрее в линкованном листе, а удалить хайфове из R-листа. Вот, собственно, это надо запомнить и его и доказать не правильно. Вот. Соответственно, здесь мы не увидим, смотрим внимательно, если мы хотим что-то сделать по индексу, мы вот взять по индексу можем, да? А, например, давай по индексу. Сейчас я вообще в округе подрезаю. Можно. Но это будет, короче, более ботанно. То есть, эту индексацию он ведет себя внутри сам. Но организованно это уже в совершенно других формах. О, зато. Смотрим, что у нас есть. Да, да. Вопрос? Или это радость такая? О, прикольно. Можно взять последнего или первого. В общем, да. Пингованные листы приятны тем, что они помнят первого-последнего, что еще они делают очаровательно-словно. Вот. Ну, в общем, плюс один, минус один. Ага, вот оно что. Янкованный лист, он приленкован в эту сторону. То есть, арейный лист мы идем итеративно 1, 2, 3, 4, 5, и вот так кругом, да? Если. А здесь можно прийти в обратную сторону, например. От последнего к первому. То есть, последнего к первому? Ну, то есть, мы просто итеративно в обратную сторону. Что? Что? В предыдущем случае получил измерный список и просто зачитать. Да, можно еще двумерный список, короче, пройтись по нему так и отсортировать все здорово, да? Короче, в общем-то, в чем идея? Все это можно сделать с предыдущим списком тоже. Но вот эту реализацию, как пойти обратно, мы должны были написать сами. То есть, для того, чтобы пойти обратно в реймлисе, да, что надо будет сделать? Надо будет взять длину списка, да? И пойти от последнего к первому. А здесь итератор уже запелен. Здесь мы просто пишем, что пошли в обратную сторону, и мы идем в обратную сторону. Ну, опять-таки, последнего к первому. Индекс. В общем. В случае динамики этот итератор сработает этот проход. Что еще? В случае динамики этот итератор сработает этот проход. То есть, если в момент прохода, на какой-то стадии прохода изменится длина этого списка? В этот еще неприятный момент, если честно, валится эксепшеном. То есть, в случае динамики очень вдумчиво надо выбирать себе коррекцию. Серьезно. Потому что, как к вопросу об удалении, да, то есть, мы берем. Почему с удалением такая запара? Потому что он приходит к элементу, а элемента там нет. Все. Там, ах, паника, он выбрасывает страшный эксепшен, который, если не обработан, то он вообще очень неприятно. Да, и он пишет bound в скобочках ноль. Он такой, серьезно? А у тебя 25 списков рейлистов, которые там все-то удаляют. В каком из них? Ну, понятно, что по коду можно посмотреть. Он приведет вас туда надо. Кстати, мы уже обсуждали с вами вопрос, как дебажить ошибки. Пока мы не пишем ошибку, не насоздаем. Все идеально пока делаем, да? Окей, надо будет обсудить. Потому что жанр, собственно, выводит очень забавные логи. Они выглядят ужасно, но, в принципе, приводят куда нужно. То есть, по сути, там линка, которая ведет в то место, которое у вас выбросило из программы. Если вы программу писали нехитровыдным, то, скорее всего, это вам поможет. А если хитровыдным, то не поможет. Вот. Ну, и тут в линковом институте толпа всяких клевых функций, методов, в смысле, про которые я ничего дельно не скажу, потому что big last, больше мой. Вот. Ну, в общем, смотрите, можно запушить элемент, взять элемент. Ну, в общем, вдруг неожиданно он начнет косить под степ. Видим? Любопытственно, не правда ли? Вот. А вот это вот то, что надо косить под степ, это тоже очень здорово, потому что, если вы неожиданно, вам надо убрать тот, который пришел последним. Ну, такое часто случается, например, в интернет-магазинах. Что характерно, там происходит хитрая сортировка. Там на страничку выводится самое последнее поступление. Например, про одежду, ну, никому не интересно выводить честную одежду, как она была, да? То есть, позапрошлогодняя коллекция, ну, пусть она будет на сотой странице, да, никого это не печалит. То есть, в интернет-магазинах хотят, чтобы вот самая новая, самая свежая выводилась на страницу первую. Вот, собственно, это она и есть. То есть, мы создали список и выводим по мере того, кто пришел последним. Такая вот реализация, очень любопытная. Вот. Чем отличается? От обычного... Что? Чем отличается пуша, короче, на этот элемент? Какой-то элемент, какой-то дополнительный? Полюшка? Место. Место, куда добавится. То есть, он просто... Ну, пуш-поп... Ну... Ну, короче, это все надо играться. То есть, честно говоря, на все эти вопросы помогает ответить. Потому что не важно, что сейчас отвечу я. Важно, что он запомнится на самом деле. И что отложится. Ну, собственно, как и бонусность одного и другого списка. Это надо посмотреть. Или, не знаю, JavaRush прогнать и посмотреть, что 1 на 20 секунд почему-то быстрее отработает. В общем-то, там удаление, по-моему, или добавление было. Вот. Ну, и смотрим, что на самом деле здесь много всяческих весьма странных штук, которых нам будет что-то не хватать, если вдруг у нас специфические такие данные. Вот тот же самый магазин все же здорово забилен. Хотя, честно говоря, в автоматизации тестирования почти никогда не влезет. Однажды у нас в ходе появился линкованный список. И мы спросили, типа, о, прекрасный человек, почему этот список линкованный? Он ответил, на ее кубик ластил с декора флоу, и там был линкованный кофе. Так у нас неожиданно целый месяц пошел линкованный список в ходе. Вот. К чему я это? Потому что очень часто в джаве ответы можно найти как раз такой флоу, сайт, который не точно запоминаем, не точно. Частейко какой-то запрос, типа, как найти минимум, как пройти по списку в обратную сторону, или еще чего-то. Там есть ответ в пустом ходе. Вот. Купик ластил. Вот. Еще немножечко. Так. То же самое мы можем сделать по любой другой коллекции. Честно говоря, так как времени у нас не очень много, и хотелось бы еще немножко нам показать руками. Давайте выберем, проголосуем, чего мы хотим посмотреть. Мы хотим посмотреть сет, или хотим, например, мапу увидеть, какие у нее свойства есть, и обсудить. Сет. Мап. Сет. А давайте, короче, быстро. Что я хотела бы сказать. Если честно, успею я или не успею показать практику, потому что это надо поделать ручками, да, ну понимаешь. Да. Очень просто посмотреть эти методы. Да. Мы можем, мы уже умеем создавать списки, да. Не расталкивались, спасибо. Что мы делаем? Или просто гуглим, создать список Java, да. Создаем, впихаем туда элементов, и дальше начинается вот эта идея. Добавить, удалить, посмотреть, клонировать. И вот. Все эти методы, они активны через точку. Окей. Надо показать. Вот. Соответственно. Сет, да? Мастер оказался. Вот. Как он заходил. Мне кажется, как сет за мной. Смотрите, я взялась в четыре ила и написала не просто слово сет, да. Уже какой-то конкретный сет. Опять же, дело в реализации. Есть глобальное понятие сет. Там множество. А это уже конкретный, который что делает? Он сравнивает по хэш значению. Ну, то есть, когда создается элемент, есть там массивное описание, что это кошечка черного цвета с четырьмя лапами и двумя ушами. Вот. А есть слабочитаемое значение, которое является хэшом этой кошечки. И оно уникально для нее. Понимаете? Если появится еще точно такая же кошечка, и вам на ней кажется, ну, они же вообще одинаковые. То есть, это бельмо под глазом у них одинаковое. Нет. Жало понимаешь, что у них хэши разные, значит, это разные кошечки. То есть, соответственно, этот сет приятен тем, что он сначала сравнит хэши, да. И он на ранних этапах вам скажет, разные кошечки. Идите лесные, они разные, серьезные. Я точно тебе говорю, хэши их разные. Вот. А просто сет, он бы пошел, сравнил у них ушки, лапки, все дела. И такой, ну, вроде бы, больше берем. Вот. Ну, в общем, в хэши есть плюс, но он довольно быстро потеряет. Он сразу же делал бы это разные отношения. Ох, когда не надо было. Вот. Ну, и, соответственно, сейчас у нас будет некое чувство дежавюк, потому что по-хорошему в корректе какие-то вещи определенно потеряются. Мы же, мы же активно хотим бы уметь добавлять в это. Да? Было бы мило, если бы там сейчас какие-то покемоны появлялись. Но нет. Там все даже скука, все даже будет. Вот. Ну, соответственно, в общем, мы умеем добавлять список. Давайте обратим внимание в эту колонку. Ну, типа, что будет возвращать? Да? И, собственно, и наверно бывает такая штука, как нельзя добавить список. То есть, вы взяли, добавили, а он возвращает вам в полский. Не буду добавлять. Например, списка нет. Или, например, список, что же может такого приблизиться. Какой-то отличный человек на предыдущей операции список удалил. Потому что он уже одинаковый. Вот. Ну, и, в общем, он как бы был. То есть, на момент начала исполнения он был. А потом отличные люди, которые работали с вами в параллель, взяли и удалили. Или вы сами удалили. Потому что... Да, давай-ка почищу память. Вот. Соответственно, очистка. Вот так вот он возьмет и все удалит. Клонирование. Опять же, вот для вот этих вот всех штук с удалением последующих мы частенько будем клонировать. Я честно подготовлюсь и честно приготовлю кусок экземплей. Прежде всего, вот из рабочей программы покажу, что я нередко клонирую списки и сеты, потому что это реально важно. Ну, на самом деле, попробуйте, пожалуйста, попробуйте поудалять элементы, с которыми вы работаете в списке. Получите вот этот эксепшн, потому что он реально приятный приятный. Потому что какого же фига, ну я честно удаляю, ну что вы пристали. Вот он склеился и у вас нет какого-то элемента. Он пошел удалить пятое. Пятое уже нет. Вот. И, в общем-то, после этого все вопросы отпадут. Зачем нам клонировать? Это же лишняя память. Вот. Соответственно, оп, смотрите. Вдруг методы неожиданно закончились. Та-дам! Все это какой-то у нас получился не очень юзер-френдли. Он сказал, давай, как человек, если хочешь, вот я тебе простой эдератор, а первого и последнего это лесом. Потому что у меня нет первого и последнего, я множество. Меня как пихали, так и запомнил. И не собирался я тебе все это классифицировать, ничего я тебе не думал. Я вообще множество отставил меня. Хочешь мало памяти потратить перед меня, но я тебе ничем не могу подгаскивать номер. Вот. Соответственно, вот взяли, проверили пуст-не пуст. Но он умеет отчерировать. Он как-то, ну, мы закладывали туда или нет, а он как-то, вот как-то вот все он пройти может. То есть назвать пятое он не может, а весь комсостав такой, без проблем, ладно. Что делать? Да то, что ты умный человек, поэтому вот. Проверить может, что есть. Да. И удалить. Все. А может и не все, да. Нет, они все умеют удалять не все, потому что, ну, это совсем хорошо. Типа, я коллекция боль, поэтому я либо все, либо ничего. Нет, таких нет. Вот. Ну и, соответственно, он может дать размер, потому что, честно говоря, если вам не говорить ни первого, ни последнего, то вам сначала надо взять размер, болеть, что их 10, и потом проитерировать по 10, и вот так далее. Ну, а вы как хотели? Хотели. Привыкали лист использовать. Я сел. Вот так вам говорили. Вот. Ну и вот он коротенько так пишет, типа, вот, 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 вот. Типа, просто с этим у нас есть вот такие вот штуки. Видите, 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 видите. Он умеет пойти в массив и потом, да, выдать нам конусы всего массива. Ну, а еще бывает такое, чтобы работали, работали, а потом перепишут, какая я там лист. И, в общем-то, ну, мне и вынесла душа поэтки, ну, и из своего сайта это я делаю лист. Жизнь стала полегче. Вот. Чего там важно? Что еще раз? Чего там важно в концептуарай? Еще раз? Воздух только ли в самом концептуарай, туарай? Это не логкий момент, да? Давай так вот. И треплейтер. Да. Давай посмотрим. На самом деле это могут быть просто разные реализации, например. А могут быть абсолютно оде и тоже. Смотрим. Преем мы превращаем в какой-то объект, причем t означает, что это могут быть любой тип. Да? Кошки, жирафчики или стройщики, да? короче, это примитивный тип, а кошечки и жравщики нет вот, а здесь смотрим, они разные короче, в чем идея, на самом деле Java вам подскажет вы в своем сете нажмете точку, и он такой гигантский, но здесь не гигантский, а короткий список того, что вы можете с ним сделать и она пишет Tuiré и в общем, когда вы наведете на него, он скажет, я вот такой вот я вот массичек превращаю в такой специфический, а я вот с такой да, и вы уже там себе увидите или ошибетесь, и у вас будет баг в программе вы, короче, долго будете это вороть потому что вы когда всегда нажимаете Tuiré, у вас, ну, правильно говоря, в этот раз вы просто неправильно вот, они не сравнятся в следующий раз, и все, и начнется в ролике хотя на вид они идентичные вот, при дебагере она не определится, вы это выпустите в продаж вот, какая я, вести все сами ну это так, с кем не бывает а где у нас а где у нас да, и здесь он еще на самом деле напишет, какие неприятные штуки, которые могут случаться собственно вот даже не знаю, что вам еще сказать да, и здесь честно говоря не сказать, спасибо за отличные вопросы вот здесь это описание то есть, если до этого мы смотрели весь список ну просто, надо понять, есть в нем что-то или нет мы заглядываем в него и смотрим есть нужный метод или может нам не стоит использовать данную коллекцию вот, и здесь идет подробное описание что такое взять размер, да, и он говорит здесь вот верну я тебе циферку да, я пойду ваше множество пойду и посчитаю все и верну количество и в общем, собственно об этом и идет здесь речь да, и вот полностью описание того, как и что это будет имеет смысл идти смотреть описание, ну собственно описание, если вдруг не поняли что за твой рейн например очевидно, здесь в конце будет твоя касаемька черта и он напишет, что он сделает полную копию вашего множества да, а почему вам это нужно это тоже большой вопрос простите все, кто уже устал сейчас будет мап и мап мы тоже возьмем специфический как на США вот, заметили, заметили выбираем простые действия и всегда попадает в первый сайт почему? потому что мы все так делали вот, и вы и мы вот, сейчас мы придем в стандартную мапу которая по-хорошему имеет несколько реализаций вот ну и видите, мап это уже интересно быстро в чем ее интерес в том, что если вдруг вы решили положить детские игрушки в коробку то вы, например, знаете, что эта игрушка имеет цифры 1, 2, 3, 4, 5 и очень просто будет потом принимать по этому принципу то есть, если ваш ребенок почему-то запомнил и по словам принесения пятую реально несет нужного зайца вот то тогда вам нужно брать маму мне кажется вот к чему я это есть буквы k и v что это значит? k это ключ а v это value значение то есть по ключу можно брать значение например например если вы собираетесь забереть не знаю сезон и год да? можно их обозвать 1, 2, 3, 4 потому что тем помним все это дело начинается да? и в общем-то по единичке вам будет возвращаться зима по двоечке будет возвращаться весна и так далее вот когда реально проще взять по значению то есть по ключу на самом деле по значению почему почему вообще зачем это делать? у нас большие объемы данных и что произойдет с кодом если мы будем запрашивать какую-то мы хотим получить какую-то напрямую кожу да? если вдруг и мы его знаем ключи сравнивать легко то есть единичку с единичкой сравнить легко да? и ключи не могут повторяться то есть у нас не может быть две единички в нашем обе что еще раз? а смотрите хэш сам по себе является автосгеневерным да? и вам так еще использовать это неудобно если честно ну то есть вот такое вот значение и я не знаю в программе пихать куда-то в себе хэш хэш это такая внутренняя опция программы которая позволяет ей самую сравнивать быстрее за вас да? а здесь ситуация когда вам самому надо понимать в чоп идею да? и в ключе обычно очень даже читаемые значения которые вам легко использовать да? на родине сто ключей у одного элемента еще раз но сейчас ватс на самом деле это можно сделать но это теряет определенных смысл эффективность то есть можно по единичке двойке тройке определить силу но в целом будет очень неловко вот ну потому что это можно сделать но это теряет мне эффективность да? то есть типичная мапа фамилия имя отчества да? у вас всех есть паспортные данные какие-то да? ключ ключом может быть ваша фамилия а значение портянка ваших паспортных данных потому что в значение можно положить список в значение можно положить и сет в значение можно положить какой угодно даже прям набор вот и соответственно тогда по фамилии будет выдаваться вся информация и это удобно да а я правильно понимаю фарфэш мы сейчас сказали в отличие от ключа что хэш мы не придумываем а ключ его сами задаем да а это собственно то есть если правильный номер то хэш это некий айди который сдаётся каждому подряд номер это не зачем номер это большое да это очаровательное длинное значение да слабочное да ну в общем на самом деле хэш опять же надо все это вводить потому что в принципе когда же его увидишь чтобы понять что это не самочитабельное значение это не то что следует использовать в жизни потому что самим он это очень удобно вот это стандартная мапа она интерфейс и его идут как прямую мапу что означает если мы пишем ходим прямо так map key значений в дальнейшем мы должны выбрать какую эту метаному как мы хотим взять и наверное сейчас у нас вот смотрите какая красота у нас есть одно из самых популярных это хэшмар хэшмар линкованную хэшмапу да хэш это все то же самое если вы успели заметить это точно так же проверка будет внутри программы проверка будет осуществляться похожим вот собственно мы пришли на одну из самых популярных мапы на частей то есть пользуются и она реально удобна вот это вот наша тема со сравнением с хранением данных например по фамилии или по какому-то такому уникальному параменту да соответственно это может быть фамилия имя и отчество причем да совет вопрос ну просто когда есть и хэш и кей и я не понимаю что это так много да кей для вас кей для программы на самом деле кей вообще мы взяли и запихнули все это в одно место и решили решили для себя что мапу нам используют удобнее чем например список да почему мы это сделали потому что у нас значение вели лежит что-то ромостное что ли причем это не обязательно так то есть честно говоря я снимаюсь на 8 лет они не особо но ключ покороче так а хэш не зачем а хэш тебе не зачем хэш это то как будет работать с этой мапой джава то есть вот как мы говорили с вами о рейлисте и линдед листе да то есть рей быстрее производит добавление удаление ну потому что он раздвинул ставил сдвинул да и у него все пронумеровано да и хорошо перемещается из одного к другому потому что в принципе знает и вперед и назад но он эту информацию хранит так и здесь то есть хэшированная мапа она просто будет сравнивать элементы что она сделает она придет вот вы говорите хочу сравнить два элемента этот и этот из хэшмапа что она сделает она сравнит ключи да и сравнив ключи по хэшу тадам вот она боль да а потом ключи по значению так ты говоришь что ключи всегда разные не могут быть а нет а может быть двадцать по допустим зимних месяца и у меня будет одинаковая зима и область прибора по сути по сути это просто разные уровни и мы увидим разные уровни если честно вот соответственно есть идея вот по идее вот и здесь у нас чистое описание мы любим как его выиграет что умеет наш мап вот он не ошиблась но в общем предлагаю поискать отличия чего мы не видели контентский угу угу что это значит абсолютно проверка на то есть ли у нас в наши коллекции что то с таким ключом то же самое можно проверить, есть ли что-то с таким значением. В этом значение и проверим. Мы можем сделать set из нашего амбула, то есть их множество, получить по ключу. Давайте обратим внимание, можем ли мы получить по значению? Для этого нам нужны ключи. То есть, в принципе, таким образом организованная коллекция, которая утверждает, ключ несравнимо более удобен, поэтому все хочу делать через ключ. Поэтому нам это быстрее. Потому что, когда мы начинаем пытаться получать по значению, чем это лучше, чем сразу? То есть, по-хорошему, в set мы долго искали именно по значению, а здесь мы ищем по ключу. По-хорошему, нам это быстрее. То есть, он сверяет не большие амбула данных, а сверяет исключительно коротенькие какие-то значения и удаёт в амбула. Вот. Опять же проверим на то, будет или нет. Можем вытянуть все ключи. Да. До сих пор у нас все работали с параметром add. Да? Мы всё добавляли методом add. Здесь мы будем власть вот этим вот способом. Здесь включительно put, и он говорит о том, что когда ты хочешь что-то добавить, без воль добавить. Всё так плохо? Нет. Просто одна точка. Вот. Простите, я обещала скучную лекцию, я это все стараюсь. Вот. Надеюсь, достаточно скучно. Ну, вот непонятно, как его избежать, но в общем. Вот. Соответственно, здесь, вот, тут надо поработать, да? То есть, если именно до этого нас появлялся элемент, мы его сразу пихаем, да? Здесь надо поставить ключ, значение, добавлять таким способом. Вот так вот. Какие работы были, да? Можно положить прям все. Для чего нужен put all? Есть идея? Есть все ключи складами. Put all. Положить все. Кого все? В общем, мапа. Да, мапа с другую мапу. Ага. Очаровательно. Была мапа, мы взяли и в жопу туда все положили. Очень удобно, между прочим, потому что иначе надо было поорганизовывать цикл по маленькой мапе и приходить в большую и так далее. То есть, слить, грубо говоря, слить двое мапа. Слить было бы здорово, влить одну в другую. Да. А если через которую можно сделать, эту мапу влить массив? Везде нету. Смотрим, 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 что он предлагает нам положить. Put all что? Мапу. Мапу. Он хочет, он потребует от вас ключ для значения. Да? Вот. Ну, какие-то данные реализации, как вы видите, что положить. В этом есть определенный смысл. Да? То есть, ну, это как скрещивать кролика и питона. Ну, то есть, Джао не любит такие тела. Давайте по-честному, да? То есть, если вдруг вы хотите, я не знаю, вливать компот в суп, то, в принципе, Джао против. Потому что она реально догадывает, что будет не очень вкусно, серьезно. Я вижу, что большие проблемы по вычислению, потом компота, или мне не нравится, не знаю, клубников, борщей. Преобразовательный массив. Такой вопрос. Да. Нал? Да, конечно, может. Да все что угодно, Джао может быть нал, но единственная работа на кого принесла. То есть, когда мы что-то создаем, по-хорошему, мы создаем массив, да? Он, по сути, нал. Но потом, когда вы начинаете его проверять, сравнивать с чем-то, у вас находит exception. Очень неприятный exception, постарайтесь этого не делать, потому что он, на самом деле, не говорит, что проблема. Да, где-то у вас нал. Неловко, да? Я просто вопрос. Выстоковывайте, как массив, а как-то можно конкретировать в массиве? Что еще раз? Массив, а как-то можно конкретировать в массиве? Добавьте в вашем значении ключи и создайте мапу. Ну, то есть, что произойдет? Если вы знаете, что у вас все ключи будут значение от одного до количества элементов в массиве, да? Ну, часто это называют айтишником. Ну, а здесь вот это уникальный какой-то номер. Очень нам подходит эта тема, потому что по-хорошему кей это айтишник. Ну, потому что ключи не повторяются. Опять же, жавараж. Как какой-то тут айтиосик. У вас даже вопрос, скажу. Создайте, пожалуйста, запятните в вашем мапе такие-то и такие-то значения. Будет очень неловкий момент, когда вы запихиваете значение, у которого ключ один, и героически долго пишете Иванов Иван Иванович. А потом с ключом один запихиваете Петрова Василия Васильевича. Куда это все получится? Смеяний. Никаких смеяний будет один. То есть ваша героическая работа потрется. Обидно, очень обидно, у вас потрется первый Иван Иванович. А разве не для этого вот хорошо не нужно? Нет, вы добавляете. То есть, честно, Java считает, что в тот момент, когда вы делаете путь, вы знаете, что делать. То есть, можно делать осмысленный путь. То есть, перед этим проверяйте, есть ли уже человек с таким айтищником? Да? Нет? Да? Айтищник это ключ и ключ. Все очень зависли. Я думаю, следующий. Да? Ну, если ты знаешь, что вы хотите поставить? Ну, можно и так напрячься. Вообще, ключ лучше ли попроще. Так, которая вливается, что ли, показывается? Вот меньший вопрос, да? Вот это вот? Да. А что значит, если вопрос надо начать найти? А, значимый вопрос, это просто означает, что ваш тип расширяющий значение кейт. Ну, то есть, это означает, что вы можете запитнуть по хорошему. Кейт – это что угодно. То есть, честно говоря, там не обязательно будет число. Я число, например, так, попрощаю. Там может быть строчка, может быть… Равнусь, готика по готику. Что? В ключе? Я, ипотетически, может. По факту, я бы поопасилась. Что это нам нужно? Массив. Ну, то есть… Нет, не массив. Просто наоборот. Что еще? Просто наоборот. ет tempử, я подумаю… Не помню, кажется. Наоборот бай? Да можно, можно, нет. Вы можете… Ну и нужными. То есть, вообще единственное адекватное правило Cardenite. старайтесь не усложнять, то есть как только вы взяли и, в общем, сейчас, даже не знаю, теперь рабочий факт, что? Еще раз акцент на то же самое перефразирую вопрос, как он отличит ту карту из которой, от той в которой? А, нет, на самом деле, вы можете и маленькую, дополнять большую. Ну, то есть, putAll что сделает? Это такой метод, который положит все то, что вы хотите, в то место, на которое вы укажете. Честно говоря, может получиться полный шлаг, потому что если вы вдруг неожиданно начнете... То есть, Java у вас в какой-то мере проверил. Как мы успели заметить, например, в списках и в... Что у нас там еще было? В множествах, там есть addAll, да? То есть, в putAll вам покажется, вот этот метод покажется только в том случае, если вы уже создали маку, да? То есть, вы создали маку, нажали точечку и смотрим все, что вам предлагается взять. И, соответственно, выберется putAll. То есть, у вас уже есть реальная маку, в этом, наверное, с Java проверила, что вы собираетесь влить данные в валидное место. Но, если очень хочется напортачить, успехов, потому что вы можете... А вот это на другое. В этом конкретно, что в киеве мы кладем инты, а в элли кладем спремги. Но вы можете взять и сказать, я не знаю, что я буду класть в элли. Ну, такой бывает. Опять же, вот случилась такая ситуация, что вы в элли, вы будете класть и кошечек, и жирафчиков, и периодические строчки, да? Поэтому вы там пишете, когда создаете, что вы object и object, да? Это позволяет, дает вам в шеверных возможности, вы можете пихать туда все, что угодно. Но очень сильно сокращает, на самом деле, и читательность кода, и понимание того, чего вы там хотели сделать. Потому что, если честно говоря, любой человек, когда пришел и посмотрел вашу программу, он смотрит и говорит, боже мой, а что туда добавить-то? А что человек имел в виду? А там объекты и объекты. И в этот момент начинаются сложности, если честно. Поэтому, чем хуже вы можете указать, что туда можно положить, тем лучше. Ну, такое официальное правило, я думаю, кто ставил, и, если честно, это хорошее отношение просто. То есть, там есть проветтора, например, типа данных, да? Да, конечно. Вплоть до проверки типа файла, если это какой-то файл, например. Если вы хотите положить файл? Да. Я не думаю, что он полезет. Ну, в смысле, это надо, например, задавать. Ну, то есть, это дополнительное... Если объект — это файл, то внутрь он не полезет. Если у вас нет дополнительной какой-то проверки того, что внутри должен быть файл. Но он откладывается отдельно. Так? Да, и, соответственно, таким образом можно выглядеть заболевание. Смотрите, можно взять, где-то выше мы могли взять множество ключей, и ниже мы можем взять... А почему здесь множество? Скажите мне, пожалуйста. Потому что, по-хорошему, мы не знаем, что у нас было в значениях, да? То есть, там, где список будет, если что угодно. Как-то так. Есть ли вопросы? А вот может ли быть такая ситуация, что хэш изгенерации одинаковые для двух разных дополнительных? Сейчас объясню. Если честно, может. Но для его нам предложить свою руку к этому делу. Да. То есть, по факту, мы можем в момент определения элементов, да? То есть, там же, где мы пишем гетры и сетры. Ну, вот мы создали класс кэф, сделали там гетры и сетры, мы можем переопределить функцию хэша. И, например, написать там, что все с двойками. Такое иногда полезно. Иногда нужно. То есть, действительно, если попадается, не знаю, один квасичный лап, то все, этого достаточно. Остальные квасики уже не нужны. То есть, или проверка. У них лапы одинаковые и это достаточно. В смысле, у них одинаковые четыре лапы. И все, этой проверки достаточно. Бывает такая ситуация, когда вы, по собственному желанию, урезаете жабу на проверке. То есть, вы говорите, что делай меню проверок, и вот такое соответствие меня устраивает полностью. В общем, как правило, весь трач, который строится в данном программе, инициирует гон. То есть, если специально так не делать, то такого не должно быть? Да. То есть, созданный гет, вот мы создали один, создали другой. Да? То есть, еще хэшины разные, всегда. Дальше начинается проблема многоточности, например. То есть, чисто гипотетически, многоточности. Ну, просто, когда создается хэш, придется в рассмотрение момент создания. То есть, туда закладывается еще по-хорошему и время. И оно... Ну, хэшируется, что ли, как это сказать по-русски непонятно. Вот, в итоге одинаковых хэшей будет просто. Вот. Это отдельная, я так понимаю, проблема. И в обычной зрительстве не будет столкнуться к себе. Вот. Еще вопросы? Хэши, они только для коллекции, да, всех этих сетов, мэпов, а не для... Для сравнения. Не для... Понятно. Для обычных перемен каких-нибудь сетов не может такого создать. Хорошо. Да, может, по-хорошему. Ну, то есть... В чем идея? Это внутренний механизм Java сравнения объектов разного. Да? И это механизм, который позволяет усвоить это сравнение. То есть, это некий бонус для нас по-хорошему. То есть, мы классно не видим двоечку и двоечку, да? А хэш вступает вообще в дело, когда создается хитрый объект. Для int, для int, для примитивных типов, он, конечно, не нужен. Потому что вот нарывайку, java-st1 может быть затем. Она не будет. Да, да, да. Он там совершенно не нужен, потому что все глупо. А, например, сравнивать за выдуманные объекты а-ля животные, книги, людей и так далее, нужен хэш. Как нужен? Ну, в общем. Он просто ускоряет все это дело. Как только стринг появится, он делает хэш. Ага. Ну, в общем. Так идет сравнение. Вот. Сейчас. Даже не знаю. Если честно, набрать, ну, то есть, поиграться с пальцами, мы, наверное, успеваем. Ну, вот. Сейчас одну секунду. Можно найти какую-нибудь более-менее бейкую. Более-менее бейбойку. Четыре секунду я буду тащить себе. Приплатите. Сейчас. Что такое? Если есть какие-то вопросы по домашнему заданию или приоритетной сложности, есть? То можно, например, задать ко мне еще поплошь, когда все закончится. А можно задать сейчас. Я пытаюсь... Как это? Как это? Я пытаюсь обучить, что я не ответил. На самом деле, я на процессах невероятный. То есть, если я что-то печатаю, я не в состоянии обучать слух, к сожалению. О! У меня как раз сейчас на работе есть одна замечательная пулзовина. Она по работе, но она не для человека делюсь секретно. Она не кастомерская. Вот. Вот. Я покажу сейчас кусочек кода. И, соответственно, там будет видно, какие конкретно вещи используют. Вот это боевой проект. Абсолютно боевой. Он показывает карту нашего офиса. В нем есть тьма всей разной пулзоли. Отсюда аннотации. То есть, вообще, не пугайтесь, не падайте в обморок. Ну, вот. Такой вот боевой проект. Везде, куда мы можем посмотреть. Везде мы будем видеть всевозможные коллекции. Потому что это такой вот способ продлить данные. Редко нам нести добавку, когда нужен один, там, кто-то, один пользователь. И, в частности, вот здесь мы используем список. Причем, в общем виде. То есть, здесь мы видим не конкретно идентифицированные, как мы раньше делали, ArrayList. PintedList. Здесь, когда создается создание, мы видим просто общее значение листа. Стоимость. Сейчас постараюсь. Какого бы вам показать-то? Собственно, буквально в следующем занятии. У нас была идея как раз и обсудить реализацию. И здесь мы видим интерфейсы, классы и, в общем-то, я хотела рассказать, в чём отличие одного от другого. Тут очень забавно, что... Сейчас... Простите, все, кому невероятно скучно. Сейчас... То есть, вот мы видим толку бабочей, и на самом деле, их хранится не очень много информации. Сделано это по одной простой причине, потому что, чем более структурирована была хранимственная информация, тем, если честно, легче её найти и легче использовать. То есть, здесь частенько встречаются интерфейсы или вот абстрактный класс, например. Вот. Где, на самом деле, мало информации, но её очень легко выяснить и увидеть. Ну, к сожалению, учитывая сложность проекта, здесь реально простых типов не очень много. А эта собачка что означает? То есть, впереди? Ага. У меня есть вопрос, но, к сожалению... Ну, то есть... Да, я могу рассказать. Есть гигантская труза, под названием Spring, и она позволяет очень хитро инициализировать данные. Ну, какие-то глобальные, да? То есть... И, собственно, это всё аннотации. То есть, в частности, это требуется в промышленном масштабах разработки и когда будет хитро создаваться типы данных. В частности, это аннотация глобальных. То есть, по-хорошему, это проект, в котором очень-очень-очень много тулзов использовано. То есть, вроде бы, задачка была простая, да, сделать карт в офис и показать, где посидит из сотрудников. А реализация, вот, в общем-то, по привычке. Когда садится опытный джава-отработчик писать скот, он, скорее всего, используется какие-то шаблонные паттерны, которые ему удобны. Да? Соответственно, можно было много хорошего писать программу, не отпрягая стринг, не отпрягая многие другие вещи. Но, в общем-то, привычка сказалась. Да. Да. Потому что, вот, самое интересное, на самом деле, у нас в бейбе. И здесь... Как они выбираются где-то, да. И здесь, наконец-таки, должно быть что-то. Что происходит? Очень часто у нас... Наши программы крутятся где-то на сервере, и мы должны уметь как-то ее торговать. То есть, на самом деле... Ну... Когда... Не знаю, да... Ну, то есть, когда вы гоняете ее не на локальном компьютере, а когда она запущена для продакшен, и вы ее используете, и, в общем-то, просто откладиться невозможно. Пишется REST методы, и они тем самым терпают просто вашу программу удаленно. Вот, собственно, здесь это реализовано. Не знаю, насколько сейчас полезно об этом говорить, но здесь мы видим, что, в принципе, у нас происходят какие-то действия, и наши методы возвращают какие-то нам уже известные коррекции. Да? И, как я уже говорила, частенько мы не возвращаем ничего, то есть, мы просто производим действия. А именно, да, мы хотим доносить, что это конкретно, и последствия здесь пользуются. Вот. Здесь мы увидели только SET и лист. Ну, просто потому что в данном случае здесь возвращается человек, и какие-то его параметры. в том, скай, почту или еще с нами. Вот. А вообще? А вообще? Я думал, что-то с маппинами связано. Что еще? Маппин, самым замечаемым. Да, да, это на самом деле еще одна очаровательная паузовина, то есть, она не тот самый момент, о котором мы говорили, это не мапп вида коллекции, это маппи, это маппи. Это маппи, когда мы, то есть, наша программа, когда увидит эту строчку через слэш, чек-лог-кьюзер-кул-админ, да, она с маппой, вот по этому значению, она поймет, что мы хотим дернуть именно в данный момент. То есть, вот она у тебя связь, это немножко по-другому. Ну, или совсем по-другому. Вот. Мне кажется, я своим примером скорее пугала, нежели чем порадовала, потому что, опять же, повторюсь, для реализации данной таски необязательно плагать. Здраво-другому надо, в общем, делать. Сейчас, я так понимаю, у нас осталось совсем немного времени, и, может быть, я отвечу на какие-то вопросы, если они есть. И да, я помню, что извинения, что не показала практику, потому что, честно говоря, гласкины через точку, это гораздо удобнее и проще видеть, да, то есть, просто создается какой-то... Вообще, хорошо сразу создавались релиз, если мы заранее знаем, мы хотим... У него это комитет, ладно, его навигатором не узнаем. Например, user names равно view. Java все подсказал, он даже знает, что вы хотите string. Вот, неожиданно у нас появился список, да? Что дальше происходит? Дальше мы можем уже использовать наши user names, нажимаем точку и угадать, что мы видим. Вот все то, что нам показало корбулу. Он ничего не скрыл, ничего не скрыл. Вот это все, что мы можем с ним сделать. Честно говоря, здесь мы еще можем увидеть что-нибудь не от самого списка, а вот смотрим. В строчку превратить. Очаровательно эту списку превращать в строчки. Ожидание поставить, идентификацию. Вот это какие-то общие методы. Ну вот, собственно, черненькие. Вот это единоборно то, что мы видели на, собственно, вагововой агентации. Ну и, в частности, очень неплохо, если вы только-другой его создали, что-нибудь добавить. Соответственно, здесь мы можем добавлять. Единственный минус. Так, очень теперь выдуманная программуля. Я не могу вам сейчас зарядить. То есть, метода бейна у меня здесь нет. Соответственно, я могу написать здесь на ланкер.ntl. И где-то на сервере она радостно появится после того, как мы ее хитро задеплоим. Вот, а в этом, наверное, ничего не было, не произойдет. Поэтому я вам сейчас красивую консоль покажу. Опять же, мои извинения за это. Кто еще больше добавится? Ну, в общем, всем поняли их удалять. В смысле, как добавлять. Вот, и, в общем-то, если бы мы сейчас сделали System.out.print.let. А, в общем-то, сейчас, вот в этот момент, на вот эту нотину. У нас два человека в списке, да? И, по-хорошему, мы с этим списком можем что-то, например, сделать. Посмотрите. Вопросы, они мудрые, да? У нас есть список. Я хочу сейчас удалить что-то. Да без проблем. Вот, например, если вы напишите вот так, вы удалите, что будет? Что еще раз? Джейл будет удалить. Что еще раз? Джейл будет удалить. А почему? Перечислять будет подряд. Нет. Он выкинет вам на ошибку. С ума сошел? У тебя всего ноль и один, то есть два. То есть, честно говоря, вот эта вот функция отрабатывает поливно только в случае, если он вот здесь вы напишите ноль. А потому что что? С нуля. С нуля. Вы начинаете с нуля. Не забываем об этом, если честно, потому что, ну, в нашем человеческом мире все сюда соединиться, а в Java мире все идет с нуля. Вот. Соответственно, вот только два варианта у вас отрабатывают хорошо. Все остальные варианты очень сильно на вас обидятся и выглядят хорошо. А он дает exception? Да, да, да. Он дает exception и вообще по быстрой жизни, если вы этот exception не хотите работать, программа еще и упадет. Да? Если вы, в принципе, морально готовы к тому, что вы соберетесь удалять тех, кого и так нет, да, то вы просто ломите этот exception и говорите, но не все равно. То есть, соответственно, мы можем рассмотреть, не можем, удалось ли рассмотреть на одном из следующих занятий, как, собственно, налить exception и зачем это вообще не нужно. Потому что далеко не всегда нужно программе падать, если у вас что-то не сложилось с удалением кого-то из списка, а кого там даже не было. Да? То есть, соответственно, в этом нет никакого следаства проблем. В общем, мое предложение такое. К следующему занятию всех тех, кого мы сегодня успели перечислить в списке множества имапов, все их посоздавать. И, в общем-то, я хотела бы увидеть в нашем классе made, все уже не раз создавали made, да? Я хотела бы увидеть, как вы поработали с этим, с этой коллекцией, да? Создали, удалили, добавили. И еще, пожалуйста, побольше system of pre-pland, чтобы самим было видно. Программы начали прогонять и в консольке увидели, что произошло после того, как добавили, что произошло после того, как удалили. И там, посравниваете чего-нибудь. Очень любопытно получается. Например, user name. Мы можем взять по импликцу первого. На самом деле, равно-равно мы сравниваем какой имплик, да? Мы вспомнили, что, на самом деле, если мы хотим сравнить строчки, то у нас будет двигаться. И здесь мы их ждем и сравниваем его со вторым. И вот в этом случае эта штука принесла в другую или в другую. Вообще она не собирает закладок, ничего коже не случится, да? Обычно это используется вот в такой же ситуации. Их у нас любят вульверские значения, да? Если это так, то удали. И... Ну, если у нас одинаковые первые вторые, то мы их уберем и удаляем. По-моему, дизайн. По следующей рейде. Да. Нам реакция подсказывает. Так что все остальные вещи, мы можем посадить по типу трое. И тогда мы говорим, ну, и так далее. Я с удовольствием на все вопросы. Да. На самом деле, поиграете. Можно итеративно добавить, установить, добавить и так далее. То есть до того момента, пока мы не взяли же сам список, you are welcome, делайте все, что вы хотите. Как собственно идти в жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.